Привет, это Виндертон, бла-бла-бла, поехали. Пока делаются ролики про математику, многопоточность, организацию памяти, ISA, ассемблер и так далее, я постараюсь дать вам ответ на один из самых популярных вопросов. Стоит ли мне идти в университет? Есть несколько точек зрения. Первое, я иду в университет, потому что так принято. Я закончил, закончила школу, далее нужно что-то делать, все идут или едут во всякие другие города учиться, и я тоже пойду, а то ведь я отстану от них всех, меня начнут порицать в обществе и все будет ужасно. Пойду я туда, куда идут друзья или знакомые, пойду туда, что вроде как нравится, пойду туда, куда заставляют идти и так далее, это вообще не важно. Главное получить диплом и при удобном моменте это упомянуть, например, в резюме или за столом с родственниками. Вторая точка зрения, мне нужен университет для дальнейшей работы, для моей карьеры, для эмиграции и так далее, в общем говоря, для жизни. Третье, я хочу научиться чему-то новому и я действительно хочу стать специалистом, в общем смысле этого слова. А то сейчас начнется бакалавр, специалист, ты не шаришь, ну вы поняли. И не сомневаюсь в том, что есть и другие точки зрения или взгляды, но каждый из них можно хотя бы косвенно связать с одним из этих трех. Ладно. Касаемо первого варианта, тут можно идти куда угодно. Любой провинциальный вуз и у вас плюс-минус года через четыре будет диплом об окончании высшего учебного заведения или для любителей аббревиатур вузов. Вы получите признание со стороны многих ваших знакомых людей, друзей, родственников. Оно будет неявное и чаще скрытое, но оно будет. В таком уж обществе мы живем. Мы любим бюрократию и предпочтем формальности и здравому смыслу. Кстати, если у вас от этого всего горит и вас трясет, то пишите комментарий и возможно мы найдем с вами общие темы для разговора. Вас будут трактовать как дипломированного человека, специалиста. То есть вам будет чуть легче получить работу, которая вас интересует. Вам не будут законно срезать зарплату, например. И у вас будут другие микропривилегии, вроде визу легче получить рабочую. В разные другие страны должности могут быть поинтереснее, ну и тому подобное. Научитесь ли вы чему-то за время обучения? Скорее всего нет. Почему? Давайте попробуем подумать. В России есть несколько хороших университетов. Реально хороших. Но даже они вас ничему не научат. Объясняю, что я имею ввиду. Учиться вам в любом случае придется самому. А градация университета по признаку престижа лишь даст условия для этого самообразования лучше. Например, преподы квалифицирований. То есть ответы на вопросы будут адекватными. Библиотека обширнее. Одногруппники смышленные. Но это не факт, потому что в топовые университеты поступить сложнее и там есть какие-то фильтры. Ну и так далее. То есть разница между плохим университетом и хорошим в нашей стране сведется к этим вот и еще некоторым другим признакам. Есть еще момент с программами обучения. Они также варьируются. Но тут каждый университет делает плюс-минус все одинаково. И варьируются только преподы, их методологии, отношения к студентам и так далее. То есть вы можете спокойно прийти в топ-1000 университет в каком-нибудь Череповце и стать там отличным программистом, просто пользуясь бесплатной библиотекой, крышей над головой в дождь и бурю, самой программой обучения. И, кстати, да, поступить желательно туда, где есть слова прикладная, программная или математика. И в общем и целом все. Заниматься самому ежедневно хотя бы часов по пять в день. И спустя года два-три после ежедневного штудирования книг, просмотра и прослушивания курсов, задавания вопросов, гуклежки и так далее. Только тех топиков, которые дает университет и та программа, на которую вы поступили, вы как минимум набьете себе солидный теоретический фундамент, который позволит вам двигаться дальше. Если вас конкретно интересует то, что бы я советовал делать и как бы я советовал учиться, то проверяйте Patreon. Там есть такой прикольный пледж, как составление персональников. Некоторые из вас уже в курсе, можете посмотреть накрученные отзывы вот под этим вот видосом. Я вам позвоню, мы разберемся, что вы за человек, и я, основываясь на своих знаниях, выкачу вам обучающую программу от университета Виндертон. Чисто под вас, со всеми необходимыми ресурсами, библиотеками, моими плюшками и так далее. Верить в то, что университет даст вам ответы на большинство ваших вопросов, равно быть наивным. Вам все придется делать самому, то есть к этому нужно быть готовым. В вузах есть еще одна проблема, и смысл ее в том, что кроме профессоров, вас периодически будут обучать старшекурсники. То есть люди, которые учатся учить, и очень часто не имеют никакого опыта. Я лично сам знаю точно одного человека, который является магистром после плюс-минус средненького специалитета, который ведет лекции у перваков и второкурсников. Какой у него уровень, я объясню на следующем примере. Если бы моя жизнь сыграла в карты и проиграла, то в качестве вечного проклятия ее бы заставили учиться у этого магистра. Окей. Вообще, не только у магистров, старшаков, всяких лаборантов и так далее, а и у профессоров чаще нет реального опыта. Не в работе с командой, не какого-то тривиального опыта с любым продакшеном, то есть с разработкой чего-то реального, с использованием кучи всяких инструментов, тон опыта с дебаггингом, чужим кодом и так далее. Это же просто академики, это не инженеры, вы должны это понимать. Я сам писал планы для людей с Вышки, с Бауманки, с Питерского ГОСа и еще ряда других нормальных вузов. И как вы думаете, если ребята с этих универов не с первых курсов, а протереться ко мне за помощью, нужна ли она вам, когда вы учитесь где-то в провинции? Касаемо идеи того, чтобы получить диплом для перспективы роста или эмиграции, то тут все довольно прозаично. Большинство из вас, скорее всего, инженеры-программисты в настоящем, прошедшем или будущем времени. Вам просто нужно поступить в любой технический вуз, его закончить и для получения той же H1B этот диплом сыграет вам на руку. H1B это виза для легальной работы в Соединенных Штатах Америки. Штаты это страна формальностей, чтобы получить эту визу, им нужно, чтобы вы были образованным человеком. Да, я в курсе про эквивалент 1 к 3 годам опыта, это не суть. Другими словами, у вас есть диплом, вам дают визу. Его нет и визы нет. К дипломам советского образца, по крайней мере, в штатах относятся, мягко говоря, не очень. Они знают, что у нас отличная математика, даже в днищенских вузах, но все остальное так себе. Именно из-за этого в основном эмигрируют люди, связанные с IT. Как ни странно, наших специалистов там любят. Я какое-то время интересовался вакансиями в Blizzard и на форумах неоднократно встречал комменты людей, как они говорили, что Blizzard активно нанимает русских и идет им на встречи. Поэтому да, если у вас плоды с математикой и вы можете в инженерию, то ААА-компании, скорее всего, обратят на вас внимание. За окном гроза, я пытаюсь говорить об университетах, есть в этом какая-то атмосфера. Касаемо же работы в общем смысле, то вас могут начать душить из-за отсутствия диплома, скажем, по зарплате. У меня такое было на личном опыте. Я не имею высшего образования и когда я работал коммерчески джава-инженером, мне резали ZP процентов так на 15 точно, это чувствовалось, поверьте мне. А это была всего лишь Тир-2 компания. Касаемо продуктовых контор Тир-1, то есть Яндекс, Касперский, Мэйл и так далее, то для них диплом что-то дозначит. Это работает больше как формальность, то есть у нас работают спецсисты МФТИ, СМГУ и так далее. Красиво звучит, согласитесь. Да, вы можете сказать, что в том же Яндексе полно людей без образования, но они просто гении и у них получилось доказать то, что они нужны нашей системе образования больше, чем она им. Уверен, среди вас есть такие и я не против увидеть вас в комментариях. У этих контор есть какой-то спектр университетов, с которыми они сотрудничают и могут взять вас к себе на стажиров, а реальный опыт работы в команде будет явно круче, чем просто просвиживание пар в универе годами. Но касаемо общей идеи того, чтобы получить диплом для корыстных целей, типа виза, работа, перспективы и так далее, то тут просто идете в любой техвуз топ-100 и все у вас будет окей. Касаемо же третьей группы людей или третьей точки зрения, а это люди, которые реально хотят пойти в университет и чему-то там научиться, то для вас у меня плохие новости. Такого понятия в принципе нет, скорее всего. Вспоминайте мою мысль о том, что ко мне обращались за помощью ребята с вышки, бауманки и так далее. И да, я понял, возможно это были днища и это не показатель уровня универа, но факт остается фактом. Куда бы вы ни шли, вам придется учиться самому, хороший университет лишь даст благоприятные условия для этого. Это странно звучит, но университет как бы дает вам возможность учиться, но он вас не учит. Вы чувствуете постоянный контроль в виде контрольных, коллоквиумов, зачетов, экзаменов, прессинг преподавателей, вас постоянно пушат всякими интересными вопросами, я сейчас говорю в контексте хороших вузов, заставляют как-то активничать. Вы чувствуете соревновательный момент, а это благоприятные условия для многих особей, как мужского, так и женского пола. Мы по природе своей любим соревноваться и хотим быть лучше других, а университет это отличное место, где можно помериться силами. Это плюс, и именно поэтому я всегда говорю, что университет стоит идти, когда у меня спрашивают, это на стримах или в личке. Вы должны держать в себе в голове, что люди, которые придумали идею университета, школы, садика, рабочей этики и других институтов, это люди, которые думали о большинстве, а не брали в расчет однопроцентников. То есть это дефолтная система для регуляров. Вы делаете то, что подойдет, скорее всего, всем. Садик, школа, универ, работа и так далее. Это стандартная схема, и она работает в большинстве случаев, поэтому да. Простой вопрос, стоит ли мне идти в университет? Простой ответ, да, стоит. Сложный ответ, нет. И если вы считаете, что вы не впихиваетесь в нормы, установленные для большинства, то опять же, чекайте Patreon, и возможно у вас получится донести до меня то, что вы ненормальный, и я составлю вам какую-то обучающую программу. Лайкайте этот ролик, чтобы алгоритмы YouTube по продвижению контента подумали, что у меня качественный контент. Пишите комментарий для того же самого. Ну а это был Виндертон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok